Воскресенье Ну вот и докатились зеленые с зеленой энергетикой. Атомные станции закрыли, а теперь начинают сносить и ветропарки, и сносить даже целые городки. Яркий пример карьер Грайтсвеллер в северном рейне Вестфалии. Две из восьми турбин, установленных в 2001 году, уже демонтированы. Это огромные ветрогенераторы. Субсидии государственные на них закончились. И вот без государственных денег, без денег налогоплательщиков уже более 20 с лишним лет не взлетает ветроэнергетика. А демонтировали их для того, чтобы расширить карьер Грайтсвеллер. И карьер-то не очень хорошего угля, бурого. Бурый уголь, как известно, и горит хуже черного каменного, и выделяет всяких токсинов, горы, пыли больше. Я, честно скажу, был, ну и до сих пор отчасти, не сдаюсь, был большим поклонником ветроэнергетики. И вот ровно 24 года назад мы с семьей приехали в Германию. Случилось это 4 сентября. Сегодня 8, правда. А если вы нас слушаете в повторе, то 11 понедельник. Вот неделю, как мы уже жили в Германии. И первым делом я увидел на горизонте большой красивый белый ветряк. Сел на велосипед, благо их было полно в общежитии, и они были ничьи. И поехал туда, километра три в один конец, через долину, через речку. Поснимал тогда еще на пленочную камеру, подивился близости этого чуда, на мой взгляд. Ну, конечно, изделие красивое, изящное, тонкое, белокрылое. В общем, у меня от ветряков эстетически прекрасные впечатления. Ну вот, сейчас их начинают сносить в угоду карьерам. Карьером владеет компания РВЕ. А северный Рейн-Вестфалия, Земля, заявила устами их правительства, что все-таки к 30-му году они откажутся от использования угля. Ну, может и откажутся, если в 23-м сносят ветроэнергетику в угоду расширения карьеру, повторюсь. Годовой расчет добычи угля из карьера Грайцвеллер 25 миллионов тонн. Этот уголь нужен для выработки электроэнергии. По оценкам, запаса бурого угля может хватить до 2045 года. Суд города Мюнстер не просто так сносит ветроэнергетику. Принял решение в обосновании расширения добычи бурого угля. Климатические активисты, выступающие против бурого угля, назвали это решение циничным. Кородок Люцерат, стоящий на краю карьера, тоже будет расселен и снесен. Германия вот уже более 30 лет рвется в светлое зеленое будущее. Одним из достижений 23-го года стал полный отказ от использования атомной энергетики, как я уже говорил. И Германия за несколько последних лет стала третьей страной в мире по процентному использованию ветроэнергетики. Ну и еще энергетики от солнечных батарей. Я этим сильно интересуюсь и много-много лет уже получаю небольшой журнал, такой ежемесячный, наверное, может он выходит и чуть реже, как раз об электроэнергетике. И настроение этого журнала тоже заметно. Если раньше в ветропарке все вводились и вводились в строй, публиковались довольно оптимистические статьи о том, как используется ветроэнергетика и так далее, росла мощность ветрогенераторов и удивляла меня просто, скажем, есть ветряки мощностью 8 мегаватт, 10 мегаватт. Это очень много. Каждый такой ветряк, скажу я вам, весит почти 8 тысяч тонн конструкции. Вот это полный железнодорожный тяжелый состав всякого железа. Вот столько весит ветряк. Это поистине большая электростанция. Ну вот в этом журнальчике обо всем этом я читал, а теперь журнал стал выходить реже и статьи в нем стали попроще. Не скажу пессимистичнее, но попроще стали статьи. Вестерн Ван Галл, журналист из Нидерландов, специализирующийся на зеленой экономике, его статьи я читал, но не по радио, а сам лично. Именно он и написал, что ветроэнергетический парк в северном рейне Вестфалии сносится для того, чтобы расширить угольный карьер. Журналист пишет дальше, что субсидии именно для этого ветропарка закончились. Он не столь мощный. И эксплуатировать дальше в убыток, без субсидий, смысла уже нет. Ввиду закрытия атомных электростанций, потребность в электроэнергии в Германии не уменьшилась. И в этом смысле уже ветроэнергетика не решает данную проблему. Хотя и в лучшие годы от ветра получалось не более 5-7% энергии. В борьбе зеленого с бурым побеждает последний – бурый уголь. И вот угольный карьер расширить надо. Его размер вот этой промзоны 50 квадратных километров примерно. Ну, прикиньте, это примерно 10 на 5. Вот 10 в длину, 5 в ширину. Немалая такая яма в центре Европы. По мере того, как карьер рос, пришлось переселить уже более 40 тысяч человек. Что-то будет впереди. РУР – старейший промышленный центр Германии и Европы. Энергетическая безопасность стоит на первом месте. И никакие протесты зеленых не остановят этот прогресс в расширении карьера. Или регресс в отходе от зеленой энергетики. Вот такая же ситуация, на мой взгляд, грядет и в области двигателей внутреннего сгорания. В одной из наших прошлых передач я уже говорил об этом. Германия пытается тут быть первой. Все, прекратить регистрацию в 30-м году автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Ну, то есть дизельных, бензиновых. Однако, не все так просто. После музыкальной паузы продолжим. И нам дороги, было лето все-таки. Месяцы дождливые, были мы счастливые. Месяцы дождливые, были мы счастливые. И нам дороги, было лето все-таки. 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 В сопровождении оркестра Роула прекрасная лечь из начала 70-х годов. О лете мы немножко еще поем, потому что и бабья еще впереди. Ну, а пока чуть о зеленой энергии и о ее изводе, самом ужасном, на мой взгляд, это электроавтомобилях. Я уже сказал в предыдущей части, что к 30-му году Германия перестанет якобы регистрировать легковые автомобили с двигателями внутреннего сгорания. То есть, что такое двигатель внутреннего сгорания? Это когда жгут солярку, керосин, бензин в цилиндрах двигателя, и он дает мощность. Так вот, электродвигатели на легковых автомобилях – это лишь малая часть всего, что движется на планете Земля, но и брать уже в той же Германии. Например, один контейнеровоз, а их тысячи, то есть, которые везут по океанам контейнеры, имеет двигатель внутреннего сгорания, как правило, дизельный, как правило, даже на мазуте, то есть, самый грязный, который жжет не чистую солярку, а вот почти что отходы нефтепроизводства. Мазутный такой мотор, он по мощности сравним с тысячью легковых моторчиков. Вся техника строительная. Подъемные краны, бульдозеры, экскаваторы, укладчики асфальта, катки, прикатывающие асфальт. Все вот это мощные, все это дизельные моторы на солярке. Прекрасная наша сельскохозяйственная техника. Никакой электромобиль на поле не выйдет, ничего он там не потянет на этом поле. Наконец, военная техника, самая ужасная. Один танк по мощности сопоставим десятку легковых двигателей. Плюс к этим танкам оружейные машины, те, кто подвозит, кто копает окопы, кто возит ракеты. Все это двигатели внутреннего сгорания дизели. И вот насколько у вас хватит фантазии, из мной перечисленного, можете расширить этот объем и дальше. Например, железнодорожный транспорт. Все эти электрички, если не электрифицированная дорога, то по германским просторам бегают небольшие поезда с дизельными двигателями мощностью до 2000 лошадиных сил на поезд. Но не электрифицированных дорог по миру большинство, нежели электрифицированных. И все это тяга на двигателях внутреннего сгорания. И, наконец, вишенка на торте, как принято говорить, авиация. Тысячи самолетов летают по небу. Они имеют двигатели, сопоставимые с несколькими танковыми двигателями. Ну вот, полетели мы из Эрфурта на Мальту. Тут больше рейсов-то вроде уже и не стало. Так вот, этот самолет имеет примерно 15-20 тысяч лошадиных сил. Его суммарная мощность двигателей. И поедает эти двигатели до 200 литров или килограммов, как хотим, это уже не так важно, кислорода в секунду. То есть вся авиация – это двигатели внутреннего сгорания. Все многочисленные вертолеты, самолеты, опять же, военные. Ну и пассажирский транспорт. Надо сказать, что суммарно в год две крупнейшие мировые фирмы самолетные – это Boeing и Airbus европейская – производят больше двух тысяч самолетов. И поэтому, я думаю, никто не посчитал мощность тех двигателей внутреннего сгорания, которые можно заменить на электрические. И никому не выгодно это считать. Также не выгодно считать, куда деть эти батареи. Вот в прошлом году итоги уже подведены. Электромобили, ну легковых, я имею в виду, про другие разговоры нет. Произведено более двух миллионов по миру. На каждый электромобиль нужно 200-300, а то и полтонны батарей, аккумуляторов. Причем аккумуляторы – это сложная химия, это очень вредная химия, это опасная химия. То есть, вот сделайте опыт, проткните батарейку вашего смартфона или весь смартфон отверткой с размаху. И это будет пожар, который нечем потушить. Так что вот эти несколько десятков тысяч тонн отходов батарей, никто не знает, куда и как девать, и сколько это будет стоить. И говорить об этом тоже не принято и невыгодно. И на основании этих моих размышлений я делаю вывод, что электромобили на сегодня – это просто попса. Это просто один из способов подогреть, нагреть рынок, где-то заработать. Вот капитал туда и побежал, чтобы заработать денег. А уж выгорит эта идея, через десятки лет будет видно и понятно. Да, даже быстрее. Я думаю, через пять-семь лет уже будет немало кипиша по поводу электродвигателей. И так же, как в ветроэнергетике, все всплеснут руками разочарованно, но виновных уже не найти. Еще одна музыкальная пауза на радио Грюневелле. И мы продолжим. Субтитры создавал DimaTorzok